здравствуйте друзья с вами как всегда андрей доцент и это трансформеры закаленные в бою мы продолжаем ну что у нас так сказать настала череда спецмиссий получаем эксклюзивные награды в критических рисковых и других миссиях ограниченного времени и у нас спецмиссия не бросать братьев по оружию четыре уровня сложности ну все в принципе как обычно и у нас здесь будет хаунд из фильма но как обычно выберем сложный уровень сложности так часть первое взрывное прибытие и первая миссия неограниченные боеприпасы и босс у нас здесь будет хаунда аккаунт вроде его зовут как-то так ну что давайте приступим посмотрим что у нас там будет за история он также появился у нас в кристаллах потом можно будет открыть посмотреть может быть что-нибудь да выпадет хотя конечно честно говоря мне он как-то так себе не очень что есть что нету его погода мне не делает в западном регионе замечено чрезмерное количество боеприпасов а если поточнее судя по показаниям телетрона там много я имею ввиду много бомб орудий ракет и гранат которые использовались или взрывались в западном регионе больше чем обычно эта зона довольно кита примечательная ведь не просто так ее называют пустошью я отправлюсь с командиром и разведаю ладно ну типа мы как бы отправились ну давайте посмотрим что у нас там будет ну куда свернуть налево направо направо налево в принципе тут уровень сложности невысокий поначалу я же вроде сложно выбрал да но вроде как сложно ну давайте направо свернем там вроде как он старскрим есть подеремся с ним ну сначала шарктиконом разберемся и пусть с ним разбирается арси коль нам предлагает а хаунт у нас здесь воитель вроде как да класс да но у нас как бы есть арси четыре звезды воитель так что особой нужды пока мы в таком не испытываем боте но ради интереса посмотреть на что он способен конечно же стоит вообще получить его в наш отряд в конце концов лишним боец не бывает особенно на арене так о давайте пусть мегатрон подерется о как интересно будет мегатрон против стара скрима классика ладно ну давайте подеремся опа-на эх старскрим старскрим опа-на такое ощущение что я прям как будто когтю по лицу царапнул тогда в конце клешней по челюсти бедный старскрим так двигаем дальше а ладно давайте направо в принципе почему бы нет арси ну пусть оренхайд разберется с ней так сказать хаунт у нас вроде как спец так сказать по оружию да он там весь обвешенный весь в гранатах и дробовиках и так далее такой тип знаете ли хотя почему-то у меня вот не покидает ассоциации возможно из-за значка что рассвоитель то обязательно должен быть с мечом ну или что-то типа этого как-то связанное с ближним боем а хаунт как-то но судя хотя бы по внешнему виду такого не скажешь но у него ставка будет делаться на дальний бой я так полагаю хотя учитывая его габариты вполне возможно что он и в ближнем бою там какие-нибудь выкурутасы начнет выделывать вот надо будет посмотреть шартифоны господи шартифоны пушечное мясо а и я так вот все подумал если у нас хаунд ну опять же таки допустим спец по оружию там да я не знаю ну скорее всего коль у него столько оружия на нем бесит кем же он еще может быть я вот как бы за точность не берусь но если сравнивать так зачем нам еще один спец по оружию когда есть оренхайт эй босс что ты тут делаешь шмариться не сказала что ты тоже участвуешь в этой миссии у меня своя миссия ой вай уж не поиски ли наших создателей нет бамблби но это требует осторожности боюсь что это все что я могу сейчас сказать сосредоточься и погнали оптимус что-то мутит мутит там да мутное причем так сказать не посовещавшись куда-то в одиночку отправился но они же в принципе из одной вселенной понятное дело он сейчас начнет за хаунда впрягаться да как обычно произойдет какое-нибудь недопонимание которая выльется в битву с боссом так сказать а в этой игре по иному то и не бывает диалоги рано или поздно заканчиваются дракой в лучших традициях мутер мортал комбата да ну ладно давай мегатрон твой выход пусть в финале подерутся так сказать два спеца по оружию посмотрим у кого стволы в серьез они да так сказать и заряды так не так Троном. Экс. Ну вот и всё. Слава богу. Двигаем дальше. Угу. Ну что, финал? Был бы Гремлок, можно было бы его, но увы и ах. Так все эти бам, бац и бабах, теперь всё ясно. Ха он здесь. Верно, отличная порция тяжеловеса прямо здесь. И перед собой я вижу дезертира, находящегося в сговоре с этими земными отбросами. Это очень грубо, Верзила, даже для тебя. Да, хочешь узнать больше о грубости? Побудь последним автоботом, оставшимся в этом аду на земле вместе с горсткой людишек, пытающихся превратить тебя в то, что они называют Трансформиум. Тебе лучше знать. Случилось то, что мы не смогли контролировать. Я знаю то, что вижу. Предатель, нарушивший заветный кодекс, который гласит не бросать братьев по оружию. Это он и его хозяин-человек. А теперь, крысы, пора навалять вам немного. Ну, в принципе, как я и думал. Иначе-то и быть не могло. Ну, слушайте, он, конечно, здоровый. Ничего не скажешь. Мне вот одно интересно, какого хрена у них такая это идет? Параллель с людьми проводится. Это же вообще, по сути, как бы, ну, если так даже можно выразиться, разные организмы, хотя это живой металл, как-то, да, с эквивалентом души, все дела. Но вот имитация того, что якобы полный, да еще и сигарет... Не знаю. Забавно это все, конечно. Так, 100 здоровья, спецатака 3, открыто держитесь. Ну, слушайте. Да, давайте посмотрим, на что он способен-то. Мне уже интересно, пусть проведет свои атаки, возможно, даже он и вырубит нашего спеца по оружию. А он и не такой большой уж. Ух ты, он пузом бьется, прием стальное пузо. В игре кунфу панды, кстати, был такой прием. Так. Ага. Ну, перекаты, атака. Орудие меткости. Так. А прикольно он стреляет, да? Смотрите, у него уникальные выстрелы. Адское орудие. Так. Давай. Ага. Ага, давай, проводи атаку в 3 деления. О! Ну-ка. Ничего себе, блин. Это прям как я в НФС-ке. Ничего себе, он с миниганом еще стреляет. Слушайте, он мне чем-то этого напоминает. Дюкнукима, когда он в такую пузу с пулеметом встает. Такого, знаете ли, располневшего в конец. Но тем не менее. Блин, я атаку в 2 деления хочу посмотреть. Так. Давай, 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 давай. Да атаку в 2 деления, ну, елки-палки. Больно бьется. Ах ты, зараза. Да что бы тебе как что-то... Давай, бей меня. Ну, придется, по всей видимости, убить Оренхайда, чтобы увидеть, как этот стальной пузо там, я не знаю, что он будет делать. Во, давай. Ну. Он просто убил нас. Да. 87 ударов потребовалось. Ладно. Давайте мегатроны тогда. Я хочу посмотреть на атаку в 2 деления. Что он у нас смогет вообще? Давай, Хаун. Тебе представляется уникальная возможность навалять мегатрону. Да. Ох, ёпт, нафига? Я нафига атаку-то провел? Так. Ну чё, я вроде как это заново отрегенился. Хм. Давайте снова посмотрим, на чё он способен. Я хочу всё-таки увидеть атаку в 2 деления. Давайте мы его это раздраконим как следует. А то чё-то, ну прям это... Обидно было в тот раз. Очень обидно. Так. Давай, 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 давай. Во, атака в 2 деления. Опа-на. Ничего себе. Слушайте, он прям как этот... Чёрт, я думаю, на кого же он похож? Он, короче, это напоминает разжревшего Шварценеггера такого, знаете ли. Металлолома объелся. Так сказать. И это... Как он тогда во втором терминаторе вышел из окна такой с этим, с пулемётом. Обалдеть, а? Ну тема прикольная, конечно. Так, как уйдёт. Да, смотрите, прямо. Красавелла. Ну, чувак, конечно, извини. Но... Да, на, отстрелили сигарету. Курить вредно. Аренхай такой. А то будут трястись коленки. Ой. Ну, в общем, как-то вот так вот. В общем, как-то вот так вот. Ну, ладно, друзья. Давайте закончим тут и продолжим уже, как обычно, всё. В следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения, связанные с трансформерами, снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.